Добрый день друзья и вот мы подошли собственно вот к этой развилке объема и цвета иллюзии объема на плоскости и реального объема отсвечивания объема и вот форматирование вот этого объема на плоском изображении начну я как раз с того на чем остановился вот на этих самых вещах где мы видели объем который требует уже настоящей живописи живописи по рельефу и на самом деле вот та вещь которая сделана уже не по естественному ходу мыслей а наоборот взят четкий прямоугольный формат конечно квадрат мне предпочтительный но конечно ну если мы зайдем в музей ну 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 конечно в основном берут прямоугольные форматы но не квадрат вот прямоугольный формат с объемом вырезанный гранит и на нем то что мы уже называем горельеф то есть высокий рельеф рельеф который уже больше проработан и тем не менее он также расписан но монохромно с таким же применением довольно сложных живописных техник ровно таких чтобы вы не увидели собственно говоря каких-то ярких мазков и красок который ну увлекает вот это изображение собственно живописное нет конечно и мысль движется конечно по сценарию скульптуры что такое скульптура это конечно остов если для живописи это основа то для скульптуры это каркас вот такая знаковая композиция бои я беру жесткую проволоку три вида проволоки делаю каркас и беру другую легкую стальную проволоку обволакиваю это все делать некий объем и подчеркиваю некоторые вещи акцентом легкой бронзовой проволоки выхожу на то что мы называем круглой скульптурой делаю объемные композиции борцы две фигуры это сражающиеся и обнимающиеся вот кому как нравится но важно что это уже это уже объем и дальше я его расписываю тоже монохромно и что важно я также его окирую сложными составами лаков так чтобы это было приятно руках и не останавливаюсь на этом а иду бронзе отливаю вот обрабатываю бронзу и также и и патинирую и таким же образом собственно поступают со всеми своими композициями которые у меня еще в рельефе но я их вытягиваю в объем да они сначала плоскостные двухсторонние вот в керамике вот парные вот по-разному их тонирую появляются уже как мы говорим вот сквозные пространство вот по-разному конечно они у меня звучат фактурно и композиционно но в целом это безусловно мотивы первобытные орнаментики деревья люди бои птицы животные и керамика и бронза вот по-разному это сделано в цвете вот разные материалы разные фактуры разные блески идет по и идет где-то протирка где-то наоборот активно патинирую вот и как вы видите все это перекликается также с тем объемом который я вижу который нахожу под ногами это ракушки это камни они тоже составляют вот одну одну общую композицию и отливаю и просто рельефы вот которые можно было бы увидеть под ногами как ну скажем грязь совсем вот орнаментирует стараюсь увидеть тут фигуры делаю протирки патинирование и выставляю их вот таким парным образом что происходит дальше дальше идет движение как я уже объяснил в живопись и дальше будут серии живописный но появляется и другой материал здесь очень важный это бумага бумага на самом деле самый прочный самый пластичный самый мобильный материал из которого можно много чего вылепить сделать смастерить и я с этой бумаги найдя оптимальный состав массы делаю свои скульптуры вот конечно я сначала делаю это делаю это без каких-то добавок делаю оптимальный состав массы или при до сложной композиции тоже сложными своими своими инструментами вот они здесь есть как 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 рельефы как как знаки вот это самая маленькая вот моя композиция из этой серии но это в основном без цветовых добавок бумага а потом я выхожу на уже вещь более интересную вот это уже бумага тяжелая с определенными добавками это уже скульптурная масса и тут помимо все прочего есть в красочные вклад вкрапления есть еще вклад вкрапления различных блесток вот это уже для меня материал скульптурный она и сама по себе эта вещь тяжелая что происходит дальше дальше я делаю из этих бумаг из этой пасты композиции вот делаю сложный рельеф западающий поднимающийся и сложно его расписываю если вглядеться посмотрите в лупу то конечно здесь есть еще помимо того что мы называем скульптурной моделировкой еще и довольно сложное живописное покрытие тоже вкраплениями цветов материалов и лаков и вот на этой вещи я как раз завершу вот эту сегодняшнюю третью встречу да я выхожу в бумагу и как я вижу это следующее направление к живописи это графика потому что начинаю работать не только с объемом бумаги но больше с цветом когда тут появляются вот подсветки внутри вот этих форм появляются расцветки да конечно в основном водные краски но там появляются уже и друг других составов краски других состав лаки и вот с этого момента мы уже приближаемся к тому что условно конечно называем графикой но как вы видите ничего какого-то общего вот между всем этом все всем этом деление конечно не существует потому что в общем-то это одна такая одна такая нить изобразительное искусство которую которая конечно не делится на графику живописи скульптуру прикладное искусство фотоархитектуру и так далее скорее всего есть движение за материалом куда он ведет вот рыard и и и и